Зерном завалена Европа, его просто даже уничтожают фермеры, которые разъярены, что их продукция уступает дешевой демпинговой продукции из Украины. И, по-моему, министр сельского хозяйства Польши на днях публично призвал Европейскую комиссию, которая всем этим и верховодит, закупить у Украины все зерно, чтобы не создавать конкуренцию европейским фермерам, а закупив его Украину, передать беднейшим странам. Казалось бы, благородно, красиво, и это стоило бы, я думаю, малую толику от того, что Европа вкачала и продолжает вкачивать в Украину. Действительно, Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то девятой ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе уже является самоубийственным, если все это подтвердится. И помимо этого он сказал, да, мы долго обсуждали направление войск, сухопутных войск на территорию Украины. Пока еще консенсуса нет, но консультации будут продолжены. Об этом же говорили некоторые другие участники французской встречи, в том числе руководители Чехии, Словакии, некоторых других стран. Но они говорили в том смысле, что считают эту идею неприемлемой. Макрон был аккуратен и заявил, что обсуждалась возможность направления отдельными странами. Они же очень не хотят задействования, то есть создавать создание условий для того, чтобы можно было кому-то поставить вопрос о статье 5 Вашингтонского договора. Именно поэтому и отдельные члены Альянса, вот наподобие Макрона, и Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, постоянно говорят, мы не будем вмешивать НАТО в этот конфликт. Это должно все делаться по линии отдельных стран. предупрежданных стран. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...